Приветствую всех на информационном портале Альфа-Ньюс. Я Вальков Вячеслав. И это передача «Откровенный диалог». Прошу сразу простить зрителей за мой голос. Вчера был митинг. И сегодня у меня в гостях в студии Виктор Петрович Шелин, лидер социал-демистратической партии, лидер инициативной группы по проведению референдума о вступлении Молдовы в Таможенный Союз, а также активный участник вчерашних событий в городе Кишиневе. Виктор Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Петрович, конечно, сегодняшняя передача пойдет в большей своей степени по поводу вчерашних событий 16 сентября возле Арки. Потому что после событий аналитики, журналисты, не знаю, как их там еще назвать, высказали кучу домыслов, предположений, что же было на самом деле вчера в Кишиневе. И мы сегодня попытаемся с вами расставить точки над «и», раскрыть скобки и рассказать зрителям и общественным, что же все-таки было вчера на центральной площади. И у меня, конечно, к вам самый первый вопрос, который мне задавали в социальных сетях. Как так получилось, что после того, как на протяжении двух недель была борьба за центральную площадь между унионистами и партией патриотов, суды, пересуды, заседания, одно, другое, третье. И по концовке унионистов мэр-либерал, румын, отправляет куда-то туда, мимо тюрем, в Зеленый театр, а патриотов кидает на Рашкановку. В центре города, в центре столицы, возле Арки Победы, символ освобождения, проходит патриотический митинг гражданских сил. Как так получилось? Уже идут какие-то слухи, что это было незаконно, что после этого последуют репрессии, наказания, все участники будут наказаны. Скажите, пожалуйста, законный вчера был митинг или нет? И как вообще он смог произойти? Ну, первое, я считаю, что служба информации и безопасности и МВД очень хорошо монетаризировали ситуацию в стране. Понятно, что у них в каждом городе есть осведомители. И они понимали и знали, что республика собирается в Кишнев. Также они понимали, что кроме патриотов, ни партия коммунистов, ни социалисты, ни социал-демократы не призывают людей в город. И они не понимали, что происходит. Со всем уважением к членам партии патриотов Молдовы я могу объяснить, что они сами отказались от митинга. Господин Гарбус призвал всех своих сторонников не приходить на площадь перед Дворцом профсоюзов на Рашкановке. По одной простой причине, что, к сожалению, это малочисленная партия. Там есть хорошие, честные ребята, которые готовы в бой, всегда броситься. Но массовый и серьезный митинг они не способны были организовать. И для того, чтобы не показать, насколько они многочисленные, Господин Гарбус принял решение отказаться от встречи. Потому что там было явно, можно было оценить, что их очень мало. Решение, которое он принял, оно популистическое. Выйти одному против колонны. Он преследовал только цель для того, чтобы средства массовой информации обратили внимание на него. И, может быть, даже это заслуживает внимания. Пусть это для популистических целей было сделано, но это заслуживает одобрения, что человек все-таки решился. Мог, по крайней мере, и получить за это. И был готов к этому. Что касается работы, почему так много было сотрудников полиции, потому что сотрудники полиции владели информацией о том, что помимо того видимого, что происходило в центре города, еще были невидимые для людей, но осязаемые для сотрудников полиции силы, которые готовы были перекрыть центральную артерию города Кишинева в случае, если бы в нарушение маршрута от Академии наук в сторону Зеленого театра унионисты позволили бы себе пойти по центральной площади. То есть полиция, с одной стороны, перекрыла Штефана Челмари, но она также знала о том, что даже до улицы Армянской, и выше, и ниже Штефана Челмари, очень большие скопления есть людей, которые вот чего-то ждут, какой-то команды ждут. Они не могли им предъявить никаких претензий, но они понимали, что если марш пойдет по Штефану Челмари, эти люди, по всей вероятности, так как они не жители Кишинева, могут перекрыть улицу. И это, наверное, привело к тому, что все марши запланированные прошли по положенным маршрутам. Унионисты пошли от Академии наук до Зеленого театра, а мы со сторонниками, с патриотически настроенными людьми, которые приехали из различных уголков страны, мы провели мирный митинг протеста, митинг солидарности патриотических сил у Арки Победы, а в последующем сделали то, что было озвучено. Мы прошли очень мирно по тротуарам к зданию посольства и таким образом выразили солидарность с гражданами Молдовы, которые временно работают на Украине, в Белоруссии, в Италии, в России, и которые приняли решение устроить митинги протестов у зданий посольства Румынии. Во время митинга нам поступили телефонные сигналы и просьба, чтобы мы тоже сделали такой митинг. Мы согласовали все вопросы с полицией, получили разрешение, согласовано при их присутствии пройти к зданию посольства, и там мы провели митинг протеста. Фактически вся задача патриотических сил в этот день была выполнена. Первое. По обращению социал-демократов к митрополиту. Митрополит Владимир лично провел святую литургию в Центральном соборе города Кищенева. По всей республике в церквях также была проведена святая литургия, для которой специально митрополия написала текст во славу Отечества Молдовы, во славу многонационального молдавского народа и в поддержку защитников конституционного строя. Я вам скажу, что я очень переживал, что этого не случится, и очень волновался и гордился тем, что все-таки церковь была с народом в этот день, и церковь вдохновила народ на защиту своего Отечества. Таким образом, если подытожить, все запланированные мероприятия, в которых принимали участие и фронт народного сопротивления, и представители других общественных организаций, и члены нашей партии, прошли запланированно, без каких-либо эксцессов, и мы сумели всему молдавскому народу доказать, что есть костяк в этом обществе, есть люди, способные даже под угрозой возбуждения уголовных дел, которые уже возбуждены в Бельцах, тем не менее, в назначенное время, в назначенный час, с риском для личного спокойствия, для личной безопасности, все-таки собраться и высказать свое «нет» унионизму и «нет» политики румынского государства на территории Молдовы, которая неприкрыто продвигает идеи о том, что рано или поздно Молдова должна объединиться с Румынией. Но в то же самое время вы утверждаете, что если бы унионисты нарушили маршрут, нарушили бы закон, то патриотические силы готовы были вернуть их в правовое, скажем так, русло, в правовые рамки и перекрыть марш унионистов на улице Штефана, если бы такой имел бы место быть. Закон говорит следующее о том, что если кто-либо, имея право совести и право слова, получив предварительное разрешение на марш, в результате марша уже призывает к свержению конституционного строя, ставит под сомнение конституционный строй и демонстрирует это в виде речевок, в виде плакатов, любая общественная организация, любое лицо обязано предпринять меры по пресечению преступлений. Значит, марш был запланирован унионистов от Академии наук до Зеленого театра. Полиция категорическим образом не подпускала мощными силами нас, даже для того, чтобы мы удостоверились, какие плакаты развернуты. И мы приняли решение, что если все-таки в рамках разрешенного маршрута не будет проводить марш унионистов, мы не бросим наших активистов на борьбу по перекрытию того маршрута. Почему? Потому что мы понимали, что их просто арестуют, и страна лишится того малого количества людей, способных организовывать народные движения сопротивления. масса людей, тысячи людей, сотни тысяч людей недовольны тем, что происходит. Но есть небольшое количество людей, которые способны этих людей организовать на сопротивление. И в этот день, 16 числа, понимая, что любое противодействие самому маршру по разрешенному маршруту закончилось бы просто арестом этих людей. И мы бы просто лишились активной части организаторов, которые нам нужны для того, чтобы продолжать борьбу. Поэтому мы приняли решение, что мы будем рисковать, будем идти против маршрута унионистов, если они изменят маршрут. И мы абсолютно были готовы выдвинуться и перекрыть Штефана Челмаря, если они пойдут по запрещенному маршруту. Но так как они выполнили предписание примарии, так как было решение суда, разрешающего марш, и они не нарушили этот маршрут, мы приняли решение продемонстрировать свое негодование с собственным митингом протеста и солидарности, с собственным маршем и маршем протеста у здания посольства. И с этой задачей, я считаю, мы справились. Виктор Петрович, вопрос такой. В социальных сетях и в информационных агентствах прошла информация, что митинг возле арки Победы в центре площади 16 числа был организован незаконно, что якобы это было незаконно. Митинг был законный, и мы сумели этого добиться за счет тактики. Правда, эта тактика предусматривала, что мы должны небольшое количество людей собрать у арки. Если бы мы собрали более 300 человек людей, нам бы никто не разрешил пройти по городу и сделать митинг протеста у здания посольства. Потому что это была бы неуправляемая ситуация, это было бы большое количество людей, и однозначно, что специально подготовленные службы, просто бы вытесняли нас и не дали возможности нам пройти, и были бы беспорядки. Поэтому было принято решение сконцентрироваться на организованной группе 300 человек, которая может пройти по тротуарам, а не по улице, и никаких юридических оснований запретить этот марш и пикетирование не было. По закону даже пикетирование у здания посольства было бы нарушением, если бы только одна организация представила 300 человек. Поэтому в митинге принимало участие 4 организации, каждая по 50 человек. И когда мы пошли к зданию посольства, каждый говорил, что у нас до 50 человек, и просто 4 организации отдельно проводят свой флешмоб. Это тактика. Теперь второй вопрос. Разрешение на митинг протеста получила социал-демортизмская партия, опять же, тактическими ходами, зарегистрировав заявку за полчаса до окончания работы премареи. Согласно закону о собраниях, они должны были протестовать наше решение в течение трех дней в суде. Но так как суды в субботу и воскресенье не работают, получилось, что мы подали заявку, зарегистрировали заявку, никто не смог ее оспорить. И это сделало возможным легально провести митинг протеста у Арки Победы. С другими словами, когда надо, мы можем действовать массово, жестко. Когда надо, мы можем применять различные тактики для того, чтобы добиться поставленных целей. Неважно, какими способами, какой тактикой, но мы поставленные цели добились. И какая цель? Патриоты были в центре у Арки Победы, а унионисты не были в центре и не прошли по центральной улице. Это самое важное достижение, которого мы добились. Виктор Петрович, уже в информационных агентствах, телеканалах митинг возле Арки, он ассоциируется исключительно социал-демократической партией. Социал-демократы, симпатизанты партии провели митинг. Так ли это? И вот я лично вас спрашиваю, как лидера партии, это был все-таки политический митинг социал-демократической партии или что-то уже было более большое, народное, масштабное, то есть зародилось какое-то движение? Ну, я еще раз уточняю. Первое. Социал-демократы легализовали возможность патриотическим силам собраться легально у Арки Победы. Социал-демократы отказались от какой-либо символики для того, чтобы не политизировать это мероприятие. На мероприятии было представители четырех общественных организаций. Поэтому выступали практически представители всех общественных организаций. Выступал там и я. И это первый прецедент, когда социал-демократы только способствовали объединению гражданского общества ради общих целей. Поэтому это мой ответ. Спасибо. Как вы прокомментируете вообще утреннюю литургию, что Владимир внял ваши просьбы и во всех церквях Молдовы в воскресенье 16 сентября прошла святая литургия в защиту Отечества и страны? Потому что никто, в принципе, из телевизионных каналов на это внимания не обращает. Это очень важный, значимый момент. В Молдове утром вся страна молилась, прихожане в церквях молились за страну, за Отечество, за благоденствие. Я хочу сказать, что сегодня только народ, гражданское общество является ярыми сторонниками государственности. Почему? Потому что люди ассоциируют эту государственность со своим домом, со своим родным городом, со своими корнями историческими, культурными. Они не хотят кому-то уступать те ценности, которые объединяют семью, которые объединяют соседей, которые объединяют людей, живущих в городах и в нашей Молдове, олицетворяя единство молдавской нации. Граждане простые никогда не позволят, чтобы кто-либо пришел на их землю и посягал, потому что ощущение Родины – это дом, это семья, это место работы, это традиция. Люди против этого. И когда мы обратились к церкви, мы все прихожане, и церковь не могла остаться в стороне. Какие бы отношения не были у руководства церкви с властями, а вы понимаете, что руководство церкви всегда должно с властями, будь то коммунисты, будь то либерал-демократы, они должны находить общий язык ради единства церкви, ради сохранения церкви, ради того, чтобы защищать интересы церкви и прихожан. Но даже в этой ситуации, понимая, я полагаю, понимая, что владыка принимает решение, которое не очень понравится власти, он это решение принял. Почему? Потому что это был голос прихожан. И церковь не может отказывать прихожанам в организации такой службы, потому что сама церковь, она принадлежит прихожанам, не священнослужителям, а прихожанам. И пойти отказать прихожанам, чтобы прошла такая святая литургия, это настроить отношения между прихожанами и руководителями, и священнослужителями. Поэтому я думаю, что, наверное, и любовь самой церкви к народу, к своему родному краю, и риски расстроить отношения между прихожанами и священнослужителями, привели к тому, что митрополия приняла правильное, адекватное решение, с риском, может быть, для себя, но провела эту литургию. Я считаю, что в этот день произошло единство священнослужителей и прихожан, потому что то, что просили прихожане, оно случилось. Мы, как политическая партия, не имеем права вмешиваться в дела церкви, но голос нас, социал-демократов, обращенный к священнослужителями, был услышан. Я не могу не задать вам каверзного вопроса, который гудит в интернете, в одноклассниках, в фейсбуке. Почему народ не поддержали руководителей других политических партий? Коммунисты, социалисты, новая партия Возрождения, которая борется за национальные меньшинства, ну и так далее. То есть все вот эти вот люди с телеэкранов, с обложек журналов, которые борются за мударскую государственность, их никого не было в этот день. Они никак себя не проявили, кроме того, что потом пошли на ток-шоу, на передачи. И там с жесткой критикой обрушились на этот марш униянистов, который прошел в этот день в городе. Ответ очень простой, по-моему, он очевиден простому гражданину. Значит, и патриоты Молдовы, и партия коммунистов, и так называемая партия Возрождения Мишин и Тарлев, это люди, которые занимаются политикой ради власти. И когда возникает вопрос совершать политические действия ради народа, а это не в рамках предвыборной кампании происходит, и возникают какие-то малейшие угрозы безопасности быть оштрафованным, чтобы против тебя возбудили уголовное дело, человек с малой душой, не любящий людей, он сразу проявляется. Это тот случай, 16 число, когда люди могут соизмерить слова с реальными делами. Кто-то решился, кто-то пошел, а кто-то много говорит о патриотизме, об отечестве, о независимости, но когда пришел час на деле продемонстрировать, они все сбежали в кусты или на рыбалку, или на охоту. Значит, народ должен сам дать оценку тем политическим лидерам, тем партиям, которые 16 числа не продемонстрировали способность жертвовать. Народ как размышляет? Мы вас выбираем для того, чтобы вы защищали наши интересы. Вот они выбрали партию коммунистов, они выбрали Додона, они выбрали Мишина. Теперь они должны понять, что они выбрали тех, кто не защищает их интересы. Мы не должны заставлять народ защищать свои интересы. Мы должны политике доказывать народу, что они сделали правильный выбор. Так устроен мир, что существует народ и существует власть, или политики, которых претендует на власть. Те, кто претендует на власть, или те, кто у власти, всегда должны действовать в интересах народа. 16 числа нужно было действовать в интересах народа, защищать конституционный строй. Те, кто не вышли защищать конституционный строй, не достойны больше доверия народа. Я уверен, что народ даст очень адекватную оценку на следующих парламентских выборах. И однозначно, что и партия Альянса, и партия коммунистов получат серьезное осуждение из-за того, что они позволяют кому-то, унионистам, топтаться по чести, по достоинству молдавского народа и преднедавать на землю, на собственность и на государственность нашей Молдовы. Спасибо. Следующий вопрос, Виктор Петрович. Как Вы прокомментируете такие громкие заявления про румынских сил перед маршем? 10 тысяч, мало, 20 тысяч людей, мэры, поэты, журналисты впереди пройдут этого многотысячного марша, а по концовке флаги грузились в машину, потому что некому было их нести. И, ну не знаю, там, от силы тысячи человек, привезенных, проплаченных из Румынии, прошли жидкой вереницей по городу Кишнево. Это что? Это провал? От общества скрывается факт, что когда меня вызвали в комиссариат полиции города Бельц, я отказался от дачи показаний и написал встречное заявление следователю, который ведет уголовное дело по Бельцам, согласно которого я потребовал, чтобы органы правопорядка привлекли к уголовной ответственности акцию 2012, то есть расследовали и провели расследование действием сотрудников полиции и службы информации безопасности, которые в нарушении закона организовали марш унионистов. То есть это в Бельцах было преступление. Та девушка, которая пострадала, полицейский, который пострадал, нарушение общественного порядка, они все стали возможны только по одной причине, что сотрудники СИЗ и сотрудники полиции организовали марш унионистов в неположенное время, по неположенному маршруту и с антиконституционными лозунгами. И теперь сотрудники полиции и сами унионисты знают, что уже есть задокументировано заявление о том, что органы правопорядка должны преследовать их за антиконституционную деятельность. Безусловно, что эта молва разошлась по унионистам, и они тоже люди, и они тоже боятся, что пройдут годы, и они должны будут нести ответственность перед законом и перед государством молдавским, что они когда-то занимались подрывной деятельностью. Я думаю, что это обстоятельство, а также определенный страх о том, что могут им преградить путь, привели к тому, что унионисты разбежались по собственным квартирам и не вышли. Я хочу еще рассказать о том, что преступления против народа, преступления против конституции не имеют срока давности. Пройдет время, поменяется власть, и все те, кто выступали за посягали антиконституционный строй, они должны будут принести ответственность. Как те, которые непосредственно организовывали эти марши, так и те, которые защищали эти антиконституционные марши. Виктор Борисович, на теме унионистов мы немножко закончим. У меня вопрос теперь к нашей главной тематике. Это референдум, вступление Молдовы в таможенный союз. Последствия прошлой недели, четверг, заседания так и не было. Вы предупреждали господина Луку о том, чтобы он не узурпировал власть, чтобы он назначил заседание парламента. Было время до 12.00 это сделать. Это не было сделано. И сейчас вопрос, что будет дальше? Когда в рамках вчерашнего митинга протеста и митинга солидарности мы искали решение, каким образом в дальнейшем продолжить борьбу против унионизма и против альянса за европейскую интеграцию, который покрывает этот унионизм, было принято резолюцию. Согласно этой резолюции все общественные организации и мы, социал-демократы, приняли решение, что мы будем продвигать вопрос вступления Молдовы в таможенный союз. В первую очередь через возможность продвинуть решение через парламент и будем оказывать давление на парламент Республики Молдовы, чтобы народу Республики Молдовы было дано право собраться на референдум и высказать свою волю. Есть ли смысл нам продолжать процессы евроинтеграции или нам нужно изменить вектор внешней политики? Я сторонник изменений вектора внешней политики ради экономических интересов Республики Молдовы. Но вы также должны понимать, что если изменится вектор внешней политики, то безусловно унионизм прекратится в нашей стране. Почему? Потому что будет понятно, что мы не стремимся в Европу через Румынию и будет понятно, что мы остаемся суверенно независимой, дружественной страной как для Евросоюза, так и для Румынии, но экономические интересы мы развиваем на Востоке. А на Востоке мы сумеем добиться восстановления дружеских отношений со славянами, с украинцами, с белорусами, с русскими. Граница будет жестко на замке со стороны Румынии. И в то же время унионистские силы уже поймут, что нет предпосылок для продолжения агрессивной политики унионизма в Молдове, так как мы свое будущее строим со странами Востока. Вы не задаете этот вопрос, но я хотел бы особое внимание сейчас сконцентрировать на некоторых пагубных явлениях унионистских маршей в стране. Первое. После 16 числа, когда все-таки власти разрешили унионистам пройти по городу Кченеву, в Приднестровской Республике сразу молниеносно было принято решение о усилении государственной границы ПМР. То есть власти Приднестровской Республики, граждане Приднестровской Республики понимают, что в Молдове опять раскачивается тема унионизма и никакие благие слова, которые произносят власти из Молдовы, не соответствуют реальным событиям, которые происходят на стране. То есть Филат говорит о возможности интеграции Молдовы с Приднестровьем, но в то же время Филат позволяет, чтобы унионисты ходили по городам страны. И приднестровцев не обмануть. Приднестровцы боятся того, что если интеграционные процессы будут происходить, и в то же время марши будут продвигаться, идеи объединения Молдовы и Румынии будут продвигаться, то зачем вообще совершать шаг навстречу друг другу. Приднестровье приняло решение после 16 числа усилить государственные границы. Второй вопрос и вред, который наносят нам унионисты, никогда в нашу страну не пойдут инвесторы серьезные, если они видят, что здесь не успокоилось, что люди еще не вышли из окопов, что унионисты в окопах, защитники государственности в окопах и в любое время может возникнуть противостояние. Ни один нормальный инвестор не будет вкладывать деньги в нашу страну, и в первую очередь за это несут сегодня унионисты и Альянс за европейскую интеграцию, которые способствуют этим унистам. Еще очень немаловажный вопрос. Идеи унионизма организованы, и цель актов унионистов заключается в том, чтобы Приднестровье не объединилось с Молдовой. Почему? Потому что если жители Приднестровья, а там много русскоязычных, будут участвовать в процессе выборов президента, парламента, то есть политической системы Молдовы, никогда Молдова не объединится с Румынией. Поэтому унионистам нужно, чтобы Приднестровье закрылось, унионистам нужно, чтобы кто-то признал Приднестровье как самостоятельное независимое государство, субъект международного права, потому что тогда самая основная причина, почему мы не вступаем в Румынию, потому что приднестровцы этого не хотят, она исчезнет, эта причина. Поэтому я считаю, что силы румынские, которые ставят перед собой цель объединить территорию до Днестра с Румынией, они будут всячески способствовать тому, чтобы мы не объединились с Приднестровьем. Надо также не забывать о том, что у унионистов есть покровители в Румынии, это ПНЛ, аналогичная же партия, как и госпожи Павличенко. Она открыта, во-первых, это осенью выборы парламентские, она открыто претендует на территории Буковины, Молдовы и Южной Украины, называя их своими румынскими территориями. То есть это политическая акция, политический массаж ПНЛ Румынии для того, чтобы националистическую часть Румынии привлечь на свою сторону и для того, чтобы граждане Молдовы, которые имеют второе гражданство, тоже за них голосовали. То есть вся эта операция акция 2012 имеет цель обеспечить голоса граждан Молдовы, которые имеют румынское гражданство, на выборах, которые будут этой осенью в парламент Румынии. Виктор Иванович, я вернусь к теме референдума и предстоящему заседанию парламента 28 сентября. Как я понимаю, все-таки вопрос референдума будет поднят на этом заседании. Ваши действия, то есть как вы считаете, как общество должно отреагировать на то, что все-таки тема референдума встанет на повестку дня, будет рассмотрена, не будет, это уже второй вопрос, но этот вопрос будет поднят в парламенте. — Есть решение начальников штабов инициативной группы по всей республике о том, чтобы обратиться к партии коммунистов, чтобы партия коммунистов через парламент продвинула решение о проведении референдума законодательного с тем текстом, за который подписались 2000 граждан Республики Молдова. — Мы, социал-демократы, обратимся ко всем гражданам, которые поддержали идею, ко всем начальникам штабов инициативной группы, чтобы в этот день, когда парламент будет рассматривать этот вопрос, мы все были едины, и чтобы мы все были у здания парламента для того, чтобы парламент мог народу сказать. — Они с народом, они за право народа на волеизъявление или они против собственного народа и против его законного конституционного права на волеизъявление. Я считаю, что первое заседание парламента — это будет выяснение вопросов официальный парламент Республики Молдовы с народом или против народа. И народ будет в городе Кишиневе для того, чтобы это все услышать и принять меры для того, чтобы обеспечить свои законные конституционные права в рамках митингов протеста. — В социальных сетях, опять же, муссируются слухи о том, что на 28 число намечается еще такое, знаете, народное собрание на площади, которое тоже поднимет этот вопрос. Это одно и то же событие будет? — Значит, я могу отвечать за социал-демократов. Я могу отвечать за инициативную группу. Я абсолютно уверен, что социал-демократы все республики Молдовы приедут в город Кишинев. Я уверен, что инициативная группа и сторонники инициативной группы тоже приедут в Кишинев. Если к этому митингу протеста присоединятся и другие граждане, которые не успели поставить свои подписи, но разделяют эту идею, возможно, это все собрание превратится в великое национальное собрание, которое вынесет свой вердикт о необходимости проведения референдума за вступление Молдовы в таможенный союз. — Хорошо. Как вы предполагаете, может развиваться ситуация? То есть мы видим на протяжении последних лет, что парламент цинично, с постоянством плюет на все гражданские инициативы. Почему вы думаете, что в этот раз будет как-то по-другому или как-то иначе? — У партии Альянса нет никакого предложения обществу. За три года, пока Альянс находился у власти, Альянс не предложил обществу никакого конкретного плана экономического развития или решения социальных проблем. Вы видите, что вся налогобюджетная политика основывается только на взаимании денежных средств с гражданом в виде налогов, в виде акцизов, в виде штрафов. То есть никакого предложения, как развивать страну, у Альянса нет. Впереди зима. Впереди большие счета за тепло, за воду, за газ. Альянс не может сегодня адекватно сказать, как он подготовился к этому отопительному сезону. Есть ли у него денежные средства для компенсации социально незащищенным слоям населения. Однозначно, что мы понимаем, что нет никакой возможности повышать пенсии и зарплаты. И когда Альянс встанет перед дилеммой дать возможность народу право на волеизъявления на референдуме или совершить последние действия, это отвергнуть чаяния народа и требования народа, то Альянс поставит перед собой вопрос, а способен ли он удержать недовольство народа. Я думаю, что страх перед недовольством народа и здравый смысл позволят кому-либо из компонентов Альянса за европейскую интеграцию проголосовать в партии коммунистов и дать возможность народу провести референдум. Ведь народ просит, в принципе, демократическую меру, которая прописана в Конституции, самому принять решение по поводу своей судьбы. Ведь он не просит ничего тяжелого. Вы знаете позицию Альянса за европейскую интеграцию? Он говорит, что вступление в таможенный союз – это экономическая интеграция Молдовы и стран таможенного союза. И наш народ не способен понимать, хорошо это или плохо. Когда они оскорбляют, что народ неуч, что он безграмотный, но в то же время пользуются одним миллиардом долларов, которые в год этот народ из России отправляет. То есть они радуются тому, что народ понимает, как зарабатывать деньги и отправлять в Молдову. Но они не радуются тому, что народ еще хочет улучшить свое экономическое и финансовое положение за счет интеграции Молдовы в таможенный союз и обзывает в этой ситуации народ неучими в экономическом плане. То есть зарабатывать деньги и отправлять – это они умеют, быть финансистами и экономистами. А вот развивать экономику страны оказываются они неучи. И это лучше знает Альянс Европейской Интеграции. Если бы он это лучше знал, чем народ, то он бы продемонстрировал это народу в виде повышения пенсии, в виде повышения зарплат и расходов на социальные потребности. Поэтому кто умнее сегодня, очевидно, народ Республики Молдовы, который сегодня зарабатывает деньги, который приносит деньги в бюджет, который обеспечивает свои семьи, намного экономически грамотнее и умнее, чем Альянс Европейской Интеграции. То есть нужно судить по факту. Сегодня Альянс живет только за счет наших граждан, потому что самостоятельно экономику он не развивает. Виктор Петрович, я отойду немножко от формата передачи. В свете того, что 28 числа, на мой взгляд, будет решаться судьба страны, я даю вам 5 минут эфирного времени для того, чтобы вы обратились ко всем нашим зрителям, которые будут смотреть нас в записи, с приглашением на 28 число, возможно так. Я считаю, что вы немножко торопитесь. Почему? Если бы мы были парламентской партией, мы могли бы знать... Заранее. Заранее, что мы сделаем сегодня и на какое число нужно людей приглашать. Мы сегодня только проводим консультации с партией коммунистов, чтобы партия коммунистов была последовательной. Возможно, партия коммунистов сегодня или завтра подаст заявку, и опять же, чтобы было создано экстренное заседание. И нам придется обращаться к народу, чтобы уже на этой неделе, к концу этой недели, народ прибыл сюда. Если полагать, что партия коммунистов не будет созывать, то однозначно партия коммунистов будет ставить этот вопрос на 28 сентября. Я думаю, что буквально в ближайшие дни, согласовав тактику с партией коммунистов по вопросу, когда же будет выставлен вопрос, мы и совместно с партией коммунистов сделаем обращение ко всему многонациональному молдавскому народу, чтобы он пришел на поддержку ни нашей партии, ни партии коммунистов, а общенародного дела проведения референдума. Я считаю, что мы должны сконцентрироваться сейчас на ситуации, что нет выборов в стране. Ни одна партия не имеет права политизировать этот процесс. Ни одна партия не должна искать политических дивидендов на себя. Значит, патриоты Молдовы, социалисты, либерал-демократы, коммунисты, все должны понять, что народ выдвигает требования, конституционные требования дать возможность народу прийти на референдум. Ведь те, кто требует прийти на референдум, они понимают, что часть народа может проголосовать против таможенного союза, а часть народа за таможенный союз. Сейчас вопрос на кону стоит вопрос, у нас Альянс за европейскую интеграцию полностью узурпировал власть, категорическим образом не дает возможности народу вообще сказать слово и выразить свою волю, или есть все-таки возможность не нагнетать общественно-политическую обстановку. Я обращаюсь, пользуясь случаем, ко всем партиям Альянса за европейскую интеграцию. Быть ответственными за экономическое положение в стране, за социальный уровень жизни, быть ответственным за неразжигание гражданского конфликта в обществе и предоставить возможность молдавскому народу прийти на референдум. 67% граждан по науке, по вопросу общественного мнения считают, что нужно интегрироваться в таможенный союз. Альянс за европейскую интеграцию понимает, что это и их избиратели. Именно поэтому он не хочет проводить референдум, не хочет давать возможность народу, чтобы народ поменял ситуацию и вектор внешней политики. Потому что после того, как народ придет на референдум, окажется, что Альянс за европейскую интеграцию потерпел полное политическое фиаско. Сегодня вопрос идет или усиление диктатуры в стране, или возврат к демократии и возможности народу сказать свое слово. Я считаю, что это очень опасный прецедент. Альянс за европейскую интеграцию будет нести полную ответственность перед народом, не перед социал-демократом, а перед народом, если он запретит собственному народу провести этот референдум. Я уже слышу комментарии по телевидению тех экспертов, которые раньше восхваляли Альянс за европейскую интеграцию, что он переходит грань дозволенного. Нельзя запрещать собственному народу не провести референдум. И я думаю, что в ближайшее время крупные геополитические игроки тоже высказают свою позицию в вопросе усиления диктаторского режима Альянс за европейскую интеграцию. Мы обратились в Брюссель, мы обратились в Москву, мы обратились в ОБСЕ, для того, чтобы международные институты, которые монетаризируют демократию в Молдове, сказали свое слово в вопросе ущемления прав народа Республики Молдовы на воле изъявления. И если в комплексе народ будет оказывать давление на Альянс за европейскую интеграцию, и зарубежные международные институты тоже окажут давление, я думаю, что Альянс все-таки согласится с проведением этого референдума. Виктор Петрович, ваши слова, как говорится, до богу в уши. На этой оптимистической ноте мы закончим нашу передачу. Напоминаю, в студии информационного портала Альфа-Ньюс передача «Открывай на диалог». Был лидер социала Демократишка партия Виктор Петрович Шеринг. Виктор Петрович, спасибо и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok